В рамках национального проекта образования 6 апреля в Одинцове состоялся муниципальный совет, на котором самым важным вопросом стал выбор лучших кандидатов из числа педагогов на денежное поощрение. Оно выплачивается учителям общеобразовательных учреждений за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в сферу образования Одинцовского района. Заявки подали 28 учителей из 20 учреждений, 19 педагогов из городских школ, 7 из сельских и 2 из городка Власиха. Участники совета познакомились с кандидатами и внимательно изучили их презентации. Конкурсный отбор учителей осуществлялся на основании квалификационного отбора и конкурсных критериев. Обязательными являлись высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы и наличие высшей или первой квалификационной категории. Критерии, по которым работала конкурсная комиссия, предусматривают высокую результативность и эффективность учителей как в учебной деятельности, так и в неучебной деятельности. Кроме этого, мы обращали внимание самое пристальное к результатам педагогов в рамках программы «Одаренные дети», которой президент уделяет в настоящее время очень пристальное внимание. Те педагоги, которые подготовили призеров, победителей муниципального этапа Олимпиады, областного этапа Олимпиады, конечно же, в сегодняшнем нашем списке. По результатам голосования членов Совета всего 11 человек прошли отбор. Решение было принято единогласно. Всем номинантам пожелали удачи в борьбе за президентский грант. И, конечно, нельзя не отметить пожелание одного из членов Совета увеличить список кандидатов в будущем году. У меня будет предложение дополнить на следующий год. Не 11 человек сделать, а сделать 25, например, человек. И эти люди, которых мы дополним, они были бы уже, как бы, примеровались премией главы Одинцовского муниципального района Александром Юрьевичем Гладышевым. В заключительной части заседания Совета председатель комиссии Жанна Шрамко подчеркнула важность выявления и приоритетной поддержки лидеров, так называемых точек роста, нового качества образования, а также внедрения в массовую практику элементов новых управленческих механизмов и подходов. Мила Тарасевич, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.